Видео подготовлено с сайтом online.gdz.net. Здравствуйте, решим задание 573. Две стороны равнобедренного треугольника, то есть у треугольника имеющего две разные равные стороны. То есть, обязательно, две стороны должны иметь одинаковую величину. И две стороны, соответственно, равны пункт А – 4 см и 8 см. Нужно найти длину третьей стороны. То есть, какую длину может иметь третья сторона. Третья сторона, так как у нас треугольник равнобедренный, то есть, обязательно, две стороны имеют одинаковую величину, может равняться или 4 см, или 8 см. Давайте проверим, может ли третья сторона иметь длину в 4 см. И в этом нам поможет правило треугольника. Вспоминаем правило треугольника. Сумма двух сторон должна быть обязательно больше, чем третья сторона. Если наша третья сторона будет 4 см, примеряем сумму. Будет ли она больше, чем третья сторона? 4 плюс 4 – получаем 8. То есть, сумма двух сторон будет равна третьей стороне. То есть, у равнобедренного треугольника не может быть две стороны по 4 см. Поэтому наша неизвестная третья сторона будет 8 см. Пункт В. У нас треугольник имеет стороны 13 см и 6 см. Давайте проверим, может ли у равнобедренного треугольника быть две стороны по 6 см. Тоже найдем сумму этих двух сторон. 6 плюс 6 – получается 12. 12 меньше, чем 13, то есть сумма двух сторон меньше, чем третья сторона. Поэтому у равнобедренного треугольника не может быть две стороны по 6 см. А если третья – 13 см. Поэтому остается один вариант. Третья сторона наша – 13 см. То есть, равнобедренный треугольник будет иметь две стороны по 13 см. Пункт В. 37 см и 18 см в 4 мм. У нас такие две стороны. Давайте проверим, может ли равнобедренный треугольник иметь две стороны по 18 см и 4 мм. 18 см в 4 мм плюс 18 см в 4 мм будет 36 см и 4 мм. Что меньше, чем 37 см, чем третья сторона, этого быть не может у треугольника. Сумма обязательно должна быть больше, чем третья сторона. Поэтому двух сторон с величиной 18 см в 4 мм быть не может. Поэтому сторона А, третья, должна быть 37 см. И пункт Г. У нас такие стороны 11 см в 7 мм и 23 см в 4 мм. Давайте проверим, может ли сторона иметь, то есть, иметь треугольник, две стороны по 11 см в 7 мм. Складываем 11 см в 7 мм и 11 см в 7 мм. 11 плюс 11 – 22 см. 7 плюс 7 – 14 мм. Но 14 мм – это 1 см плюс еще 4 мм. 1 см мы прибавляем к вот этим 22 см в итоге получаем 23 см и еще 4 мм. То есть, сумма двух сторон треугольника равна третьей стороне, у нас третья сторона тоже 23 см, 4 мм. Этого быть не может. Поэтому не может быть у равнобедренного треугольника две стороны по 11 см и 7 мм. Поэтому третья сторона у нас будет 23 см и 4 мм. И выполнили задание 573. Ну, а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!